Продолжение следует... Политическое популизм. Пройдет это все в формате дискуссий. Главная цель этой дискуссии — поговорить о русском языке так, как о русском языке в Западной Азии не говорят. Или, во всяком случае, в публичном и широком пространстве так о русском языке не говорят. И само название между политикой и популизмом, собственно, отсылает к постановке вопроса о том, как говорят. Как говорят на уровне популизма. Нам бы хотелось этот вопрос политизировать. Политизировать в том смысле, чтобы от популистских лозунгов перейти к реальной языковой политике. И сделать этот вопрос политическим в интересах большинства людей. Благодаря эту дискуссию буду я и хочу ее начать, собственно, с постановки вопроса, почему мы к этому обратились. Выставка называется «Лима франкофранции». Как я уже говорил, на открытии, когда мы ее делали, вопрос русского языка для нас был очень важен, потому что это выставка региональная, в ней участвуют художники из четырех стран, коллектив, который работал над ней, представляли люди из восьми стран. И все мы использовали для коммуникации, для общения, для производства этой выставки русский язык. То есть это, собственно, и была та самая «Лима франкофранция», которой мы пользовались. И вообще, как бы постановка вопроса по поводу средства коммуникации, средства производства, которые мы пользуемся, в данном случае русский язык, кажется, нормальный и важный. И вот, и вообще, в будущем, я давно озабочен этим вопросом, пытаюсь его как-то осмыслить, но вот, на мое счастье, мне тут попался такой журнал, который называется «Русское слово в Кыргызстане». Всего было пока пять выпусков этого журнала, и, как бы, чтение и анализ этого журнала помогли, в принципе, составить представление о том, что же из себя представляет дискусс о русском языке в Кыргызстане. И, как бы, в принципе, все тексты, участники в дискуссии, они доступны у нас на сайте, очень подробно их можно прочитать. Наверное, я позволю какую-то коробку выжимку из того анализа, который был мной приведен. Я, в основном, упущу цитаты, на которые я опирался, что цитаты, в принципе, можно посмотреть на сайте и, как бы, сконцентрировать в большей степени на выводах. В принципе, можно сказать, что сегодня в Кыргызстане можно выделить два основных дискурса о русском языке, которые условно можно назвать антирусский и прорусский, в кавычках. Первый — национал-патриотический дискурс, в котором русский язык представлен как угроза кыргызской идентичности, государственности. Однако этот антирусский дискурс является все же маргинальным по отношению к умеренному прорусскому дискурсу, который можно назвать доминирующим. Во-первых, антирусский дискурс носит откровенно популистский характер, эмоционально, зачастую оперативно окрашенный. Достаточно вспомнить комментарии депутата парламента про обезьяну, способную выучить язык, обращенный к выступавшей по-русски чиновнице правительства. Во-вторых, национал-патриотический дискурс в значительной степени оторван от реальной социально-экономической ситуации вокруг русского языка, который продолжает сохранять в Кыргызстане лидирующие, а в некоторых сферах и доминирующие позиции. И в-третьих, умеренная прорусская позиция и соответствующий ей дискурс являются позицией дискурсом политического режима. И вот наш анализ, вообще наш дискурс, как раз-таки посвящен этому прорусскому дискурсу, который по вышеуказанным причинам мы считаем доминирующим. И распространенным мотивом в этом дискурсе является определение ситуации вокруг русского языка в Кыргызстане, как излишне политизированной, болезненной. Причем эти характеристики имеют свою цель подчеркнуть нарастающий конфликт между русским и кыргызстанными языками, присутствия в общественном дискурсе популистских, националистических, антирусских нарративов и риторик. Цель же нашего анализ будет продемонстрировать, что нездоровая ситуация с русским языком в Кыргызстане является не только из-за постоянно усиливающихся национал-патриотических нападок на русский язык, но и в связи с внутренними конфликтами и противоречиями, заключенными в доминирующих нарративах самого прорусского дискурса. Разрешение этих конфликтов и противоречий могло бы стать первым, но существенным шагом в построении в Кыргызстане не декларативного, а реального и действенного двуязычия, который по праву стоит считать одним из важнейших культурно-интеллектуальных ресурсов страны. Ну и материалом для этого анализа, как я говорил, мне послужил журнал «Русское слово» в Кыргызстане. Он издается Славянским университетом на деньги фонда «Русский мир», это такой аналог британского совета, российский аналог британского совета. Поддерживается посольством, то есть очень сильно аферирован с государственными институтами как России, так и Кыргызстана. И, в принципе, читая этот журнал, можно выделить три основных мотива, три основных нарратива по поводу русского языка в Кыргызстане, внутри вот этого прорусского дискурса. И первый — это русский язык как связь с Россией и русской культурой. Короче, вот если без отчета довериться этому журналу «Русское слово в Кыргызстане», то главнейшая, если не единственная функция русского языка в Кыргызстане, является обеспечение связи с Россией и русской культурой. Этот мотив кочует из текста в текст, из выпуска в выпуск, и об этой связи говорят и ученые, и политики, и просто читатели. Связь с Россией через русский язык существует не только как историческая конструкция, но и вполне осознательно выражается в активной деятельности собственно российских и местных пророссийских институтов. Но как пример одну из цитат, одна из авторов журнала, юрист Баекова, значит, видит в то, что необходимость участия России в судьбе русского языка в описании. Необходимо активизировать работу с российским посольством, попросить помочь учебными и методическими пособиями по русскому языку, наладить на постоянной основе подготовку и переподготовку в России преподавателя русского языка, полагая, что в помощи не будет отказа, так как России не безразличен альян в распространении и функционировании русского языка. Ну, если связь с Россией, которая творяет книг, посольство и так далее более-менее понятна, то русская культура на протяжении чтения всего этого журнала, конечно, состоит большой вопрос, что значит русская культура, потому что никто это словосочетание не поясняет, и оно, значит, должно читательно представляться как само собой разумеющийся. Но представление о том, что авторы имеют в виду по русской культуре, можно сделать из анализа, например, литературных, художественных и других культурных референций материалов журнала, самым упоминаемый литературный деятель, конечно же, наш шестерик Александр Сергеевич Пушкин, и за ним следует стандартный набор из школьных программ по русской литературе. Толстой, Достоевский, Чехов, ну, значительно реже Бунинг и Сейн. Ну, для пущей убедительности, что все-таки этот отжимал и русский язык в отношении к русской культуре, авторы выбрали такой вот шрифт «Северик Олт», чтобы как бы показать, что да, здесь русский дух, здесь русский пахнет, чтобы никого никаких сомнений по этому поводу не возникало. И привлекает внимание также один важный момент, что Россия и русский язык занимают положение своего рода эталона стандарта русскоязычия. Как раз, в короткой заметке русско-политической строкой, следующим образом характеризуют русскоязычную поэзию в Кыргызстане. Русская поэзия Кыргызстана – это плодоносная ветвь русской культуры и русского мира в его региональном состоянии. Собственно, мы, как вы говорили здесь, на региональном русском языке. Это, что касается связи русского языка с Россией и русской культурой. Второй очень важный момент – это билингвизм и евразийство. Это, собственно, такие магистральные пути развития Кыргызстана, как предлагает нам живо-мурское слово. Я от вас голосую в том, что было евразийство. Евразийство – это философско-политическое режиме, заводившееся в среде русских омикантов первой волны и продолжавшее традиции саленофилов. Евразийство выступали против европейской интеграции России, считая, например, коммунизм ярчайшим проявлением западничества, в пользу интеграции с центрально-азиатскими странами. В начале текущего лета евразийство, как философское и политическое течение, опять приобретает актуальные значения, будучи интегрированы в дискуссии политических режимов Назарбаева и Путина в Казахстане и России соответственно. Вот доктор политических наук Катасунова в своей обширной статье дает следующую характеристику современного евразийства. Сегодня евразийцы, вкладывая в понятие Евразия, не континент в сугубо географическом понимании, а некоторую цивилизационно-культурную целостность, построенную на основе синтеза двух миров – восточного и западного. Доктор Катасунова дает исторический отчет Евразийства, которому он называет всех отцов-основателей. И к евразийцам доктор Катасунова относит Ивана Егина, любимого философа Путина, в строгом смысле, который не был евразийцем, но его взгляды оказывали и оказывают влияние на консервативных русских мыслителей. Так, стоит сказать о Боге Егине, что идеалом политического устройства для него была империя, и этому мыслителю, любимцу Путина и православной церкви, который печатали в этой книжке, принадлежат положительные отзывы о фашизме, когда он считал его здоровым явлением, противостоящим большевизму и левому тоталитаризму. Упоминает доктор Катасунова также и современных лидеров евразийского движения, в частности Александр Бунгин, который является лидером международного евразийского движения и характеризует современное евразийство как консервативно-революционное философско-теологическое течение, противостоящее одновременно либерализму и социализму в его марксистском понимании. Прослужая о формировании элит, Догин вводит понятие евразийского отбора. Цитата из Догина из газеты «Завтра», 19 октября 2011 года. Что такое евразийский отбор? Это была модель, разработанная еще первыми евразийцами относительно того, какого типа люди должны возглавлять государство. Они в значительной степени обращались к опыту Чингисхана, степных империй, которые делали акцент на воинских доблестях, верность, честь и длинная воля. Евразийцы считают, что своей страной должны править лучшие представители общества. В основе евразийского отбора лежат представления об аристократах, об асианалях. Но надо сказать, что пакистанские адепты евразийства не фокусируются на политической или экономической платформах этого движения, не говорят о его воинствующей консервативности, не упоминают напрямую о евразийском отборе. Однако и в своем региональном состоянии евразийство являет свою эссенциалистскую и сегментационную подорогу. Вот, например, такой фразой. Несколько поколений терпизов на уровне сознания обрели мировосприятие и ментальность, которые можно назвать евразийским взглядом на них. И последний такой важный мотив, который возникает в Кургыстане в связи с русским языком, это конфликт между киргизами, два и, и киргизами, два и. В принципе, в русском слове считается, что лингвизм представляется идеальной моделью языковой для Кургыстана. А так, отсутствие существования двух языков, каждый из которых претендует на лидирующие позиции, неизвестно ведет к конфликту. И вот автор журнал «Профессор Тагаев» показывает на то, что языковой конфликт может стать основой для конфликта социального. А в другой статье «Профессор Тагаев» дает распространенное определение различий между киргизами и киргизами. В создании мноязычных киргизов слово «киргиз» и «киргиз» эксплицировали два концептуальных понятия, соотносительные с двумя лингвокультурными типажами. Слово «киргиз» призвано было подчеркнуть индивидуальность и самобытность истинного киргиза, в то время как лингвокультурный тип «киргиз» ассоциируется, как правило, с языковой личностью, для которой русский язык практически стал родным, а окружающий мир воспринимается и оценивается ею сквозь, через призму русской культуры. Вот обращает на себя внимание следующая фраза. «Личность, для которой русский язык практически стал родным». Это осторожно и практически указывает на то, что помимо явного конфликта между носителями киргизского и русского языков, борющихся за доминирующее влияние языковой практики, существует скрытый или не столь явный конфликт в отношении уже самого русскоязычия киргиза. Этот конфликт между наличной языковой ситуацией, в котором для большого количества людей, считающих себя киргизами или определяемых таковыми другими, родным языком, то есть языком преимущественно языковой практики, речевой практики является русский и доминирующим общественным мнением по поводу этой ситуации, которые ее осуждают или относятся к ней с осторожностью, как в ситуации отклонения от этнической нормативности. Даже профессору Дагаеву про русский настроенному сложно представить, что русский язык может быть не практический, а единственным родным для человека с неславянским происхождением. Доминирующее мнение русскоязычей киргизов как девиация заставляет киргизов-носителей русского языка испытывать чувство вины, требующей оправдательных оговорок. Вот в статье прозаика-фантаста Улана Адойшиналы Марипата он почти заговорчески сообщает читателям, что откровенно говоря, я свободнее пишу на русском, чем на киргизском. То есть, откровенно говоря, это такая вот фраза, как бы оправдаться, что на русском я говорю лучше, чем по киргизскому. И, как бы, приходя к нескольким выводам по поводу вот этой ситуации, тот факт, что русскоязычие в Кыргызстане исключительно и настойчиво связывается с Россией, как риторически русская культура, так и институционально, способствует укреплению отчуждения в отношении русского языка в обществе. Похожее отчужденное общественное мнение было сформировано в Кыргызстане в отношении социальной инфраструктуры советского времени. В обществе доминирует представление, что социальное обеспечение, доступные и качественные медицины и образования, являвшиеся нормой в советское время, существовали исключительно за счет центральной власти, они являлись результатом труда нескольких поколений людей, в том числе и, в первую очередь, самих жителей Кыргызстана. Общественное мнение, что советская социальная инфраструктура существовала исключительно за счет об интересах Москвы, насколько прочно утвердилось, что попытки неолиберальных реформ, предполагающих коммерциализацию образования, медицины, значительного, если не полного сокращения социальных обязательств государства, не встречают никакого серьезного сопротивления в обществе. По поводу русского языка закрепляется схожее с описанным высшее общественное мнение. Русский язык в Кыргызстане существует благодаря финансовой поддержке в интересах России. И если эта финансовая поддержка прекратится, а Россия потеряет интерес к Кыргызстану, то и необходимости в русскоязычестве в Кыргызской республике не будет. Надо еще отметить, что русский язык также служит своеобразным социальным маркером образованности, культурной открытости, социальной эмансипации. И в общем для Кыргызстана русский язык это маркер среднего класса, то есть классы квалифицированных наемных работников, самые экономические и социально активные скраты общества. Причем в Кыргызстане русский язык как маркер позволяет отнести к среднему классу довольно большое количество людей с различным экономическим положением. Это создаёт ситуацию, в которой есть не только экономический средний класс, то есть определяемый по уровню доходов, и поэтому маркер это скорее тонюшенькая прослойка, но и символический, определяемый по социально-культурным показателям. В него таким образом попадают учителя, врачи, учёные, студенты, инженеры, творческие работники, то есть люди, находящиеся в экономически уязвлённом положении. Этот разрыв между уровнем образования, социальными и культурными потребностями и реальным экономическим положением открывает для Кыргызстана две возможные перспективы. То есть довести экономический уровень среднего класса до символического, то есть развивать производство, медицину, науку, образование и социальную сферу и, соответственно, достойную жизнь для большинства, или же опустить символический уровень до нынешнего экономического, делая ставку на сервисную экономику, на ренту природных ресурсов и возможную занятость людей, несквалифицированных и низкооплачиваемых в сферах производства, ориентированных на текстах. То есть когда мы говорим об атаках на русский язык, мы должны понимать, что русский язык – это же всё-таки не субстанция, не дуб, который влетает. В первую очередь носители русского языка. Носители русского языка мы можем определить как средний класс. Таким образом, ограничить сферу использования русского языка можно, фактически уничтожив класс наёмных, квалифицированных наёмных работников. Не менее тревожным является то, что русскоязычие в Кыргызстане в общественном сознании прочно ассоциируется с евразийством, агрессивно-консервативной и санциалистской идеологией. Имперско-шеведистский евразийский дискурс усугубляет и закрепляет колониальные коннотации развития и функционирования русского языка в Кыргызстане. Несмотря на то, что риторики о русском языке как языке модернизации, прогресса и эмансипации имеют место в дискурсе, но по отношению к нарративу о русскоязыче как основе евразийства они маргинальны и скорее национны. То есть прогрессический дискурс, связанный с советским проектом, полностью связан с евразийством, а не с антиколониальной, освобождающей риторикой советского времени. Так, конфликты киргизов и киргизов в кавычках. Нас взяты корениться в исключительно популистном подходе к языковой политике. Несмотря на наличие законов о развитии билингвизма, никаких реальных и прагматических шагов в этом отношении не предпринимается. Даже очевидные меры, улучшение качества преподавания киргизского и русского, соответственно, в русскоязычных и киргизыночных школах остаются не более чем декларация о намерениях. Разделение общества по языковому признаку кажется выгодной для правящих элит ситуации, так как позволяет им манипулировать общественным мнением, попеременно актуализируя то национал-патриотическую, то интернационалистскую, в кавычках, риторию. Например, такой проект, как использование субтитров вместо дубляжа, например, на телевидении, когда и русскоязычное, и киргизоязычное население могли бы иметь доступ к одному и тому же культурному контенту. Он не практикуется. Тем самым разделение общества укрепляется, закрепляется, и никаких попыток его преодолеть нет. Ну а конфликт между реальным русскоязычием и навязываемым общественным мнением, твой родной язык киргизский, даже если человек знает на нем не более десятка слов, имеет клиническую природу и может быть, в принципе, охарактеризован как коллективный невроз. Психоанализы невроза и его симптомы рассматриваются как следствие глубинного психологического конфликта. Предполагается, что этот конфликт формируется в условиях долго сохраняющейся социальной ситуации, которая препятствует удовлетворению человеку в своих потребностях и угрожает его будущим. Фрейд считал, что невроз образуется как результат базового противоречия между природой, инстинктивным лечением ОНО и культурой, законами, традициями, нормами общественной морали, сверхъя. С помощью данной психоаналистической схемы можно описать ситуацию с русскоязычным киргизом. Для многих людей русский язык является родным, то есть усвоенным в детстве основным языком коммуникации и самовыражения. Родной язык для человека является чем-то вроде приобретенного инстинкта, который отвечает за определенные действия и реакции человека, данным вопреки его сознательной установке делать что-то по-другому. Так мы не можем выбирать язык наших снов, и, как правило, видим сны на том языке, которым лучше всего владеем и чаще всего используем. И также в этой связи вспоминается героиня советского телефильма о разведчике Штирлице, радистка Кэт, которая во время родов кричала по-русски и тем самым себя разоблачила. Однако этот факт русского языка как родного вступает в противоречие с общественным мнением и доминирующей нормой, требующими от человека признания того, что родным для него является язык, которым он не владеет, и навязыванием ему по этому поводу чувство вины. Это чувство вины выражается в ощущении дискомфорта, беспокойства, неуверенности относительно своих перспектив и будущего своих детей. Причем это доминирующее представление о нормативности утверждается не столько институционально, хотя институционально тоже. Например, в факте того, что в Кыргызстане есть государственные официальные языки и мировой практики между официальным и государственным языком нет никакого различия. Но в общественном сознании и в правоприменительной практике за официальным языком русским закреплен вторичный статус отношения к государственному языку к кыргызскому, хотя в практике общения и русский, и кыргызский используются на всех уровнях, например, государственного управления. На русском и на кыргызском выступает президент, в парламенте проходят обсуждения по-кыргызски и по-русски, в правительстве обсуждаются вопросы на русском и на кыргызском, но все-таки официальный язык, статус официального языка ниже, чем статус государственного языка. Да, то есть, но как бы вот этот вот конфликт или невроз, он провоцируется в первую очередь на уровне обыденных ситуаций и риторик, в шутках, замечаниях старших родственников и так далее. Но, обладая всеми чертами невроза, ситуация с русским языком в Кыргызстане все-таки не так фатальна, как фрейдовский конфликт природы и культуры. Для того, чтобы излечить этот коллективный невроз, достаточно признать статус-кво. Можно считать себя киркизом или кыргызом и говорить только по-русски, и это является нормальным, не может служить причиной для неуместных замечаний, шуток и комментариев. Ну вот, в принципе, это такое вот введение в то, каким образом существует ситуация вокруг русского языка в Кыргызстане. И это описание было сделано для того, чтобы попытаться вот эти противоречия, которые заложены уже внутри самого прорусского дискурса, их усложнить и попытаться понять, возможно ли какие-то альтернативы. С одной стороны, национал-патриотическому отношению к русскому языку, требующему построению моноязычного общества, а с другой стороны, вот к тому дискурсу, который я описал, который вроде бы прорусский, но русский язык – это не кыргызстанское достояние, не автохтонный язык для Кыргызстана. Это вот только он существует для того, чтобы иметь связь с Россией, чтобы обеспечивать как бы развитие и укрепление здесь евразийской консервативной идеологии. И даже принимая тот факт, что люди говорят на русском языке как на родном, считать это чем-то все-таки не совсем нормальным и постоянно генерировать в людях чувство вины по этому поводу. Вот в этой ситуации мы пытаемся...